Музыка Меня зовут Марат Айтенбай. Я выпустился из Казахского национального университета искусства в 2017 году по специальности вокальное искусство. Я являюсь выпускником Шабыта. Я с детства, по-моему, с 9 лет занимался музыкой. Все так получилось, что я начал с маленьких лет ходить в музыкальную школу. Сначала я начал петь, начал участвовать на каких-то региональных конкурсах, затем в республиканских, потом родителям сказали, что его надо отдать музыке профессионально, чтобы занимался. И я начал ходить в музыкальную школу, но по специальности фортепиано. То, кем я являюсь, наверное, это в большинстве случаев воспитание, наверное, университета. Мы все успели. Мы успели и погулять, и гастролировать, и обучаться, и повышать свое мастерство, и получать возможности выступления в других площадках. Я думаю, что все это благодаря нашему альбоматору, нашему университету. В университете все учащиеся, все студенты имеют огромную возможность обучаться один семестр в зарубежном вузе. Это колоссальный опыт, колоссальный экспириенция. Я тогда вот с первого курса целенаправленно подавал документы. Я не думал, что как бы этот... Я почему-то питал надежды, что вот, со следующего года я буду в Италии, и так далее. В розовые мечты. Первый год подаю, мне говорят, что тебе рано, то есть ты на втором курсе будешь обучаться, тебе еще надо базу укреплять, и так далее. Здесь надо образование получить. Я говорю, ладно, окей, во втором курсе я тоже опять подаю, чтобы на следующий год обучаться. У меня там тогда был GPA чуть-чуть низкий, и из-за этих побуждений я не прошел. Потом в третий раз я... У меня уже не было надежды, ну, поступлю, поступлю, не этот. Буду учиться или нет, там, я уже об этом не думал. Подал документы, потому что прошлогодние готовы, ты чуть-чуть обновляешь там мотивационное письмо и подаешь в учебный отдел. Потом мне где-то вот в марте третьего курса сказали... Ой, нет, летом сказали. В следующем году вот вы поедете обучаться в Италию по программе академической мобильности, вам надо выбрать вуз. Я говорю, ну, как, главное, чтобы Италия там либо Рим, либо Милан. Потом международный отдел и учебный отдел, совещаясь, наверное, между собой и ведя переговоры с рубежными вузами, пришли к такому выводу, что я буду обучаться один семестр в Римской консерватории музыки Санта-Чищей. Я вот эту историю могу рассказать, то есть я всегда жил этими мыслями, то есть мне было это важно. Первые две недели мне было тяжело, потому что этот язык вообще не знал. Мой профессор, к кому я поступил, он заранее знал, что я приеду к нему учиться. Он владел английским языком. Он сказал то, что окей, мы с тобой будем заниматься, но все равно тебе надо будет учить итальянский язык. Ну, спустя две недели я уже начал чуть-чуть говорить на итальянском. Затем уже где-то спустя месяц, два месяца я уже мог свободно говорить, выражать мысли, понимать все. Занимался очень много над языком. Когда я поступил в университет, со второго курса я был задействован в работе международного сотрудничества. Я уже, то есть, был принят на работу совместителем. Я помогал организовывать международные там конкурсы. Это тоже там международный конкурс скрипачей, ICTM. Для меня большая честь быть как бы в гуще этих событий. И через это проходил, помимо моей творческой деятельности, я занимался и менеджерской деятельностью. С 1 июня 2020 года я являюсь управляющим менеджером, директором Казахского государственного симфонического оркестра. Это экс-академия солистов, как вам известно, художественным руководителем, артистам мира Аймага Жубековны было поручено управлять этим оркестром. Как я и ранее говорил, благодарности университету не с честь. Мы получили и знания, и опыт здесь. Я что могу пожелать университету? Такое процветание и хороших студентов, чтобы они прославляли дальше имидж нашего университета. Также, чтобы наш университет, наш альмаматор, он укрепил свой статус, такой брендовый статус в мировой музыкальной культуре. У нас же не только музыка, у нас же обучают ко всем видам искусства, ну и кино и так далее. Вообще, в целом, в искусстве, чтобы казнуи, когда говорили шабыт, это что-то было, брендов. Я только вот этого могу пожелать. И если я смогу что-то ради этого сделать, конечно, я буду рад. Ну, студентам пожелаю того, чтобы они тоже прошли по этому пути, чтобы подавали документы по академической мобильности, чтобы имели возможность обучаться один семестр в зарубежных вузах. Это вузы-партнеры же нашего университета. То есть у них есть такая колоссальная возможность, чтобы они использовали это. Помимо этого, 4 года бакалаврята пройдут очень быстро, поэтому надо стараться целенаправленно над чем-то работать. Я желаю всех-всяческих успехов нашим студентам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!